Дебаты 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 Уважаемые телезрители, мы пригласили в нашу студию судей и экспертов, которые помогут вам после дебатного раунда разобраться, кто же сегодня победил. Разрешите мне представить их. Активист дебатного сообщества Диана Конужбаева. Президент дебатного клуба Американского университета Центральной Азии Салтанат Урустемова. И почетный судья нашего телешоу, координатор первого сезона дебатов открытого общества Талант Смаилов. А следить за тем, чтобы все спикеры соблюдали временной регламент, будет таймкипер нашей передачи Азат Садыков. Миллионы детей сегодня играют в видеоигры, и каждое действие в этой видеоигре становится все жестче и жестче. Кровопролитие, сцены насилия. Дебатеры не могут не пропустить такую актуальную тему. Поэтому сегодня дебатеры обсуждают очень важную тему. Эта палата считает, что необходимо запретить видеоигры со сценами насилия. А для произнесения своей первой конструктивной речи приглашается премьер-министр. Ваше время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Я приветствую уважаемых телезрителей и все, кто находится в этой студии. Сегодня мы будем говорить на такую актуальную тему, как о запрете компьютерных игр. И мы сегодня считаем, что мы должны запретить компьютерные игры со сценами жестокости. И мы сегодня будем в первую очередь говорить о детях, потому что они есть основные потребители этих самых жестоких компьютерных игр. Они поддаются наибольшему влиянию от этих игр и они больше всего страдают от этих самых игр. Потому что они в первую очередь видят в героях этих компьютерных игр свои идеалы. И они копируют это самое поведение. Как мы знаем, в России после выпуска сериала «Бригада» очень много детей стали более криминализированы. И количество преступлений выросло в разы. А что будет, если ребенок будет сам управлять этим самым героем, который уже наносит какие-то определенные вреды обществу и ведет себя агрессивно? В дальнейшем Пол Андерсон, исследователь из Швеции, нашел достаточно большую, сильную закономерность между жестокими компьютерными играми и агрессией детей к своим сверстникам и родителям. И он проводил это исследование в 130 странах мира, что говорит о его релевантности. В дальнейшем было найдено то, что компьютерные игры ведут к замкнутости детей. Потому что дети проводят достаточно большое количество времени за этими компьютерными играми. И они теряют те самые социальные связи. Потому что в подростковом возрасте они только начинают общаться со своими сверстниками и учатся общаться со всеми людьми, которые окружают их. И, соответственно, они теряют это самое время, проводя за компьютерными играми. Что ведет к их плохой социальной адаптации. Далее, кроме здоровых детей, компьютерные игры являются провоцирующим фактором для детей, которые уже есть определенная агрессия к своим сверстникам и к своим родителям. К примеру, в России Ратмир Амиров тот человек, который убил своего отца, потому что тот ему отключил компьютер. И это говорит о том, что он уже имел определенные агрессивные наклонности. И компьютер спровоцировал те самые наклонности и привел его к вот этому преступлению. Да? Ваш вопрос. Назовите, пожалуйста, игры без сцен жестокости и игры со сценами жестокости. И какая в них разница? Игры со сценами жестокости – это в первую очередь игры, в которых показывается наличие крови, убийств и прочих вещей, которые ведут к агрессивным действиям другим игрокам. И сегодня мы говорим, мы не ратуем за полностью отмену компьютерных игр. Мы считаем, что компьютерные игры есть мощный фактор, который дает возможность, образовательные возможности для детей. И мы должны следить за этими компьютерными играми для того, чтобы не было этих самых агрессивных вещей. Потому что мы не смогли бы воспитывать наших детей с книжками, в которых было бы очень много агрессии. Точно так же мы должны следить за компьютерными играми. Моя речь заканчивается, и я готов к перекрестному вопросу. Во-первых, здравствуй, Тагай. Во-вторых, хочу задать тебе вопрос. Назови мне хотя бы пару игр популярных таких без сцен жестокости. К примеру, Марио. Он убивает там черепашек. Но в данном случае мы не видим кровь этих самых черепашек, и это не есть тот провоцирующий фактор, который может повлиять на психику. Он уничтожает грибы и растения. Опять же, мы не видим кровь этих самых растений. То есть, очень важно показать, как именно происходит эта жестокость. То есть, если мы не видим конечную смерть объекта, то это не является жестокостью в игре? Вполне возможно. Здесь вообще очень тонкая грань. И здесь достаточно легко понять, что есть жестокость, а что нет. К примеру, Call of Duty. Мы знаем, что очень много людей расстреливаются в этой игре, убиваются и так далее. Это и есть жестокость. Когда мы видим кровь, и все это насилие и прочие вещи. Какова примерная стоимость контента Марио? Контент Марио, я не знаю, сколько он может стоить. И сколько зарабатывают на таких играх, как Last of Us и Call of Duty? Ну, миллиону зарабатывают. Прекрасно. По поводу нарушения психики. Скажите, пожалуйста, какая разница между RPG-играми и MMORPG-играми с элементами мультиплеера? Ну, насколько я знаю, RPG-игры, когда человек играет сам в игре, то есть компьютерной, а в MMORPG он взаимодействует с другими игроками. То есть на данный момент вы хотите оставить в игровой индустрии две игры, веселые пони и Марио? Получается, да. И мы еще создадим большое количество игр, которые будут образовывать детей. Потому что мы должны следить за здоровьем наших детей. И не делать их агрессивными для того, чтобы вырастить наше общество более развитым и менее агрессивным, чем оно есть сейчас. На данный момент такая конкуренция есть между играми для воспитания человека и играми для развлечения человека. И почему-то игры для развлечения выигрывают. И такого роста жестокости мы не видим. Почему? Насчет роста жестокости вы ошибаетесь. Потому что в последнее время мы очень много видим фактов, когда действительно дети расстреливают своих сверстников, своих одноклассников. И в первую очередь очень многие исследователи видят взаимосвязь с компьютерными играми. И последний, наверное, вопрос. Сейчас, по вашей логике, мы должны запрещать не только видеоигры, но и тогда и новости, которые транслируются по нашим общественным каналам. Так как там тоже есть элементы жестокости. Ну, смотрите, в первую очередь компьютерные игры играют дети. И они основные потребители этих самых компьютерных игр. И поэтому мы должны следить в первую очередь за компьютерными играми. А в действительности являются ли новости таким провоцирующим фактором? Достаточно мало было фактов и исследований. Но насчет компьютерных игр мы уже точно знаем, что есть очень много исследований, которые доказали именно эту взаимосвязь. Благодарю вас. Спасибо. Уважаемые телезрители, отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adbate.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adbate.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adbate.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adbate.org – ваш портал в мир дебатов. А для произведения своей конструктивной речи приглашаются лидеры оппозиции. Ваше время 5 минут. Вопросы на первые и последние минуты запрещены. Между приветствующими. Большое спасибо. Я рад всех приветствовать здесь, наших дорогих оппонентов, наших дорогих судей, вас, дорогие телезрители. И, конечно же, мы, как оппозиция, против того, что сегодня предлагает наша оппозиция, наше правительство. Они говорят, что нужно запретить компьютерные игры, потому что там есть жестокость. Но как только совсем недавно мой представитель, член оппозиции, сказал, что на самом-то деле жестокость есть и в новостях, в мультфильмах, в фильмах. Жестокость есть везде. И вот ту тонкую грань, о которой упомянул уважаемый премьер-министр, ее очень сложно определить. В итоге мы сталкиваемся с проблемой. Как мы впоследствии будем определять и относить те самые игры? Как мы будем сегодня ограничивать детей в доступе к какой-то их досуге и развлечению? Давайте задумаемся, почему сегодня дети играют. Потому что у них нет других альтернатив. Это первое. Первое, с чем сталкивается сегодня проблема, они нам говорят, что мы будем создавать воспитательные различные игры, которые им помогут. Но здесь задается вопрос. На данный момент сейчас есть игры как со сценами жестокости, так и их воспитательные игры. Но почему-то дети воспринимают и больше интересуются играми, которые являются как раз-таки жестокими, как они говорят, жестокими, с насилием. Но на самом-то деле, неужели сегодня нужно в этой конкуренции не улучшать те игры, которые являются воспитательными, а просто взять и отменить игры, которые являются жестокими? Значит, сегодня наше правительство, как разумное правительство, должно подходить к этому вопросу тщательнее, должно информировать, должно продвигать свою позицию, а не просто запрещать что-то. Когда человеку что-то запрещают, у человека возникает возмущение. И это возмущение как раз-таки скажется на всех нас. То же самое, да. А если детям нравится в школах пить алкоголь, то это значит, мы не должны запрещать алкоголь, мы должны создать соки, которые будут конкурировать с этим алкоголем, да, и как-то возникнуть. И вот здесь главный вопрос заключается в просвещении детей. Потому что мы не запрещаем, мы просвещаем людей то, что вот так, вот так, это будет лучше. И мы говорим то, что на самом-то деле, вот это стоит больше относиться к этому, нужно больше предпочитать вот эти вещи. То есть здесь тоже две разные вещи. Алкоголь это одно, игры это другое. Так как в любых фильмах, мультфильмах содержатся сцены насилия, но не в любом соке содержится алкоголь. То же самое касаемся той же разгрузки. Почему дети сегодня сидят и играют в игры? Да потому что им нужно просто разгрузиться. Им нужно просто как-то расслабиться, как-то реализовать себя. Потому что в реальном мире сегодня они не имеют такую возможность. Что в реальном мире наше дорогое правительство не предоставляет такого досуга и развлечения. И потом заявляют о том, что наши дети, оказывается, занимаются совсем другими вещами. Они занимаются другими вещами, потому что правительство в свое время не оказало влияния, не оказало внимания. Вот почему происходят такие вещи. И продолжая ту же тему, хотелось бы сказать то, что нам говорят о замкнутости, нарушении психики. Но как было выяснено, например, в штате Калифорния, в США, был подан иск на то, чтобы запретить видеоигры со сценами насилия. Но что произошло? Произошло то, что суд отказал в этом иске. Почему он отказал? Потому что провели исследование, расследование, в котором было выяснено, что компьютерные игры с сценами жестокости так же влияют, как и сказки, как и мультфильмы, как и фильмы. То есть они приравнены к этим же новостным или, так сказать, телевизионным передачам. О чем это говорит? Это говорит о том, что это еще раз подводит нас к такому выводу, что сегодня не нужно их запрещать. Сегодня нужно правительству работать. Работать в сфере просвещения, работать в сфере альтернатив. И альтернативы, кажется, помогут нашему дорогому правительству. На этом у меня все. И теперь я готов к перекрестному вопросу. Я приветствую вас, Канат. И у меня есть к вам несколько вопросов. Во-первых, признаете ли вы тот факт, что, как вы сами сказали, игры с наличием насилия, они более востребованы, чем игры образовательные? И как вы можете объяснить эту разницу? Да. Сегодня востребованы, потому что наша дорогая компания, наша дорогая компания или наше правительство не может предоставить хорошую альтернативу. По поводу разгрузки вы говорите. Единственный ли способ разгрузиться, это играть именно в игры, в которых присутствует высокий уровень насилия? Нет, не единственный способ. Но из существующих на данный момент прерогатив, дети выбирают именно этот. Потому что что нужно детям? Адреналин. Им нужно как-то разгрузиться, расслабиться. Но почему-то нет тех же самых клубов, нет же так же серфингов или горнолыжного спорта или скалолазания, где могут они так же себя реализовать. Можете вы, пожалуйста, уточнить, что за такое исследование провел суд в Калифорнии, на основании которого было принято решение о том, что игры с насилием вообще безвредны? Ну, как вы знаете, каждый суд, вынося решение, проводит какое-то расследование. И занимаясь этим делом, штатко-калифорнийский суд принял решение, что на самом-то деле, то те исследования, которые были проведены учеными, не доказывают то, что компьютерные игры опаснее, чем мультфильмы или опаснее, чем художественные фильмы. То есть вы не знаете точно, сколько было учеников опрошено, какова была методология и можем ли вообще верить этому исследованию? Судейская тайна. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И в своей речи я сейчас продемонстрирую, какая есть разница между компьютерными играми, в которых очень много сцен с насилием, и между обычными телепередачами, фильмами и прочими мультимедиа, которые смотрят наши дети. Разница очевидна. Игры, в которые полны насилие, они вызывают зависимость у наших детей, которые не могут просто контролировать себя и воспринимать всю информацию, которую они там видят, они воспринимают ее очень-очень сильно, и это действительно влияет на их поведение и на мировосприятие. Как сказал мой сокоманник, приведя в пример исследование Пола Андерсона, который провел действительно очень объемное исследование, изучив школьников, детей из 130 различных стран, он установил четкую взаимосвязь между уровнем насилия в играх и уровнем жестокости и агрессии этих детей. В то время как, как предыдущий спикер ответил на мой вопрос, один суд в Калифорнии предоставил какое-то закрытое исследование, и мы не можем его проверить. Точно так же мы можем относиться к исследованию любого другого суда, которое также примет решение в защиту запрета игр с ценами насилия. То есть мы видим, что действительно есть четкая связь между насилием в играх и насилием среди детей. И мы говорим, что именно по этой причине мы должны ограничить эти игры и запретить их для того, чтобы наши дети в них играли. Как вы сказали, у детей нет альтернатив. И сейчас образовательные игры, они не могут конкурировать с жестокими играми. Это абсолютный факт. И почему это происходит? Потому что компании, которые производят жестокие игры, они как раз таки тратят на разработку этих игр миллионы долларов, чтобы дети, они еще больше получали зависимость к этим играм, чтобы эти дети хотели играть дольше, больше и тратить намного больше усилий на эти игры. И мы говорим, что эту нечестную конкуренцию между образовательными играми и жестокими играми государство должно искоренить. Государство должно искоренить в пользу образовательных игр, потому что это намного важнее и безопаснее для нашего будущего. Мы говорим, что сам факт того, что дети, они просто сами предпочитают эти жестокие игры, они никогда не захотят. Конкуренция не может быть честной между образовательными играми. И поэтому здесь необходима поддержка государства. По поводу разгрузки. Опять-таки, альтернативы на самом деле очень много. Сейчас мы знаем проблему 21 века. Дети, которые тратят все свое время на электронные устройства, которые не видят настоящей жизни, проводят все свое время в интернете, за компьютером, играя в эти жестокие игры. Вместо того, чтобы выйти на улицу и заняться каким-нибудь спортом или потратить время на пользу в настоящем мире. Сейчас абсолютно все игровые площадки, они пустуют. Альтернативы есть. Футбол. В Кыргызстане огромное количество горнолыжных курортов. Дети эти могут воплотить, лучше потратить эти деньги, которые они тратят, огромное количество денег на эти игры, потратить на более здоровое и более полезное занятие. И получить ту же самую норму адреналина. Но дело в том, что игры опять-таки вызывают больше зависимости. И дети просто не хотят выбирать здоровый альтернативный спорт. Потому что у них есть более дешевый и доступный способ. И мы должны лишить детей этого доступного способа, чтобы показать им эти альтернативы, дать им возможность попробовать эти альтернативы. И дать шанс этим альтернативам сделать свое дело. А именно сделать наших детей более здоровыми и менее агрессивными. И как мы вам показали, мы просто обязаны это сделать, потому что игры действительно влияют на наших детей. Игры действительно влияют на здоровых детей, предрасполагая их совершать более агрессивные поступки. Также игры влияют на детей, у которых уже есть врожденная предосположенность к этой агрессии, высвобождая и просто давая им возможность воплотить эту агрессию в жизнь более легко. И что самое главное, мы государство, дети и государство это неотъемлемая часть политики. И так как государство влияет действительно возможным механизмом на то, чтобы оказать влияние на эту ситуацию, государство обязано сделать это и запретить игры с повышенным уровнем жестокости в них. Спасибо. Добрый день, дамы и господа. Я всех приветствую. И давайте начнем со статистики. Нам предоставили два источника. Пол Андерсон и Калифорнийский суд. Никому из них мы доверять не можем. Следовательно, нам сейчас нужно думать концептуально. Так давайте же подумаем. Охоту на ведьм сегодня объявили команда правительства. Что они делают? Они делают все по примеру Российской Федерации. То есть, по примеру мультсериала «Ну погоди», они цензурируют видеоигры на данный момент, которые существуют. То есть, ну погоди, якобы есть цены жестокости, которые якобы мешают или влияют как-то негативно на деятельность подростков, детей, тинейджеров, неважно. По статистике уровень не только не уменьшился, но еще и возрос. Следовательно, причина жестокости детей не идет в жестокости в видеоиграх, ни в фильмах, ни в мультфильмах. То есть, причину нужно искать совсем другую. О причинах я вам расскажу потом. Альтернатива. Что такое альтернатива? Сегодня нам сказали, что большинство людей в свое большее время проводят в интернете. Нет, господа. Да, правильно, я согласен с этим. Но, по поводу интернета. 85% людей проводят время, то есть 85% своего времени проводят в соцсетях, господа. И только 5% проводят в игра, в какие-то видеоигры. Следовательно, тут мы можем понять, что правительство на данный момент борется с этими 5%, хотя риск того, что если они не будут бороться с соцсетями и дети не будут общаться с другими детьми, будет намного выше. Я надеюсь, вы меня понимаете, уважаемые судьи. По поводу эмоциональной разгрузки и альтернатив. Да, безусловно. Нам сказали, что есть горнолыжные курорты и есть какие-то видеоигры, в которые мы можем поиграть. Да, нам сказали, что горнолыжный курорт – это забава и разгрузка не дешевая, но тем не менее мы должны ее пропагандировать. Итак, что мы видим сейчас по этому плану? То, что 90% детей не смогут никак психологически разгрузиться ни в видеоиграх, ни отдыхая где-то в горах. Следовательно, тут мы видим огромный приток агрессии среди детей малых лет и тинейджеров. По поводу того, что же у нас вызывает такую агрессию. Я спросил, что такое, какова разница между MMORPG-играми с элементами мультиплеера и какова разница в RPG-играх. Господа, когда мы играем с другим человеком, вот это у нас и вызывает эту самую агрессию, потому что мы знаем, что у нас есть анонимность и мы можем оскорбить данного человека и никаких последствий от нашего оскорбления, от нашего негативного действия в сторону этого объекта не будет. Следовательно, мы не можем принимать данный законопроект, который под одну гребенку подводит все видеоигры. То есть мы сейчас должны говорить то, что мы должны точечно выбирать игры, которые влияют как-то на детскую психику негативно, но говорить про то, что абсолютно все видеоигры должны быть отменены состояниями жестокости, то это не очень правильно со стороны правительства. По поводу того, что многомиллионности и прибыли корпораций. Что такое прибыль корпораций, которые сейчас занимаются видеоиграми? К примеру, игра The Last of Us, которая стала игрой года в 2013 году на консолях, заработала около 80 миллионов долларов по всему миру. И сейчас подумаем. Игра Веселая Пони, которая была выпущена одной из российских компаний. Сколько заработала она? Она заработала раз в 100 меньше, чем данная видеоигра, произведенная Ubisoft. Следовательно, дамы и господа, мы можем сделать выводы то, что, во-первых, А. Это огромное количество рабочих мест. Б. Это огромное... 30 секунд, пожалуйста. Б. Это огромное количество налоговых выплат со стороны данных огромных корпораций, которые мы видим на данный момент. Следовательно, сейчас мы можем констатировать факт, что правительство не видит настоящую причину агрессии детей, не решает основные причины агрессии детей, у меня последние 30 секунд, и не предлагает никаких альтернатив выхода из данного положения. У меня на этом все. Спасибо. Настало время аналитических речей. И для произнесения своей аналитической речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время 3 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Снова здравствуйте. И первое, что хочется сказать, то, что сегодняшнее наше правительство проигрывает только на том, что в своем законопроекте оно хочет взять всех под гребенку. Все игры отнести к жестоким. Все запретить. О чем намекнул мой дорогой член оппозиции? Он сказал, что на самом-то деле жестокие игры, они относятся только к 5% детей, которые играют в них. Даже если мы примем этот законопроект, даже если это все состоится, останется 85% людей, которые будут все равно сидеть в соцсетях, которые все равно останутся замкнутыми, у которых все равно будет нарушаться психика, которые не будут социально развиваться. Понимаете? Вот эти главные проблемы, они останутся. О чем еще мы говорим? То, что на самом-то деле сегодня, отводя анализ наших речей, хочется сказать, что жестокость не снизилась в России. Жестокость после запрета не снизилась в Европейском Союзе. Нет. Отменяя, получается, сегодня игры компьютерные, и получается, есть недоступные наши горы, где мы не сможем себя реализовать. Мы, получается, убираем у детей не только тот досуг, которых у них в априори уже не было, мы отбираем у них еще одну доступную вещь, где они могли расслабиться. Отбирая все это, мы уже подвергаем наших детей к тому, что они будут выплескивать агрессию. На улицах, правильно. И на улицах, впоследствии, для нас будет нормально увидеть человека, который будет курить марихуану. Вот эти проблемы сегодня могут возникнуть после того, как наше дорогое правительство возьмет всех под гребенку и скажет то, что все игры относятся к жестоким, и мы всех запретим. Мы не против то, что дети – это наше будущее. Да, мы должны заботиться о них, но мы также должны заботиться о том, чтобы они обеспечивались досуг и развлечения для этих детей, о котором сегодня не вспоминает наше дорогое правительство. Наше дорогое правительство просто хочет заработать бабки. Наше дорогое правительство просто хочет обеспечивать на данный момент только воспитательные и так далее, какие-то меры, но не хочет бороться с проблемой, с самой проблемой. А проблема заключается в том, что сегодня правительство не задумывается, как будет о последствиях, которые произойдут после. То же самое хотелось бы напомнить о том, что основная агрессия происходит, когда люди играют друг с другом, то есть, получается, играют через сети социальные, играют в игры, когда есть какой-то противник, когда они анонимны. Вот в этих случаях они получают кайф. И сегодня нужно задуматься вот об этой проблеме. Нужно сегодняшнему нашему дорогому правительству отменять вот эти вот вещи. Но почему-то наше дорогое правительство хочет отнести к жестокости все остальные игры, где человек просто даже играет. И вот, подводя итог всему сказанному, хочется сказать то, что нарушение психики, нарушение нашего дорогого поколения, молодого, будет сильнее, если мы сегодня им запретим. Если мы сегодня запретим единственную возможность им расслабиться, единственную возможность им как-то реализоваться, хотя бы там, в виртуальном мире, то мы в итоге закроем полностью развитие нашего государства. Почему? Потому что именно на молодых людей держится наше государство. И вот эти проблемы, которые заключаются в замкнувности, в них существуют гораздо более другие резкие причины. Почему над этим сегодня никто не задумывается? Давайте будем работать над этими проблемами и уже после предлагать реальный, доступный всем законопроект, который как раз таки подтверждает то, что сегодня, сегодня вот эти видеоигры, они приносят доход. Они приносят доход до этих компаний, они приносят огромное количество рабочих мест, они обеспечивают людей сегодня достойным заработком. Но почему-то, почему-то мы хотим это все убрать, только намекая на то, что сегодня там есть сцены жестокости. Мы еще, еще в первой своей речи я говорил, что сцены жестокости существуют везде. И в новостях, и в мультфильмах, и в тех же фильмах. Везде существуют. Но почему-то сегодня мы заострили свое внимание только на играх. Если провести кучу исследований, можно найти такие же проблемы буквально во всех вещах. Поэтому, подведя итог своей речи, я просто хочу сказать, задумайтесь, задумайтесь, дорогие телезрители, что сегодня нужнее. Нужнее ли нам сегодня задуматься о том, что правительство просто с легкостью хочет решить эту проблему, или все-таки надо подойти более ответственно к этой проблеме, решить ее изнутри, посмотреть на все причины, и предложить сегодня достойный законопроект, который будет благом для вас и для ваших детей. Давайте задумаемся о нашем будущем. Большое спасибо. Я приглашаю премьер-министра для произнесения своей аналитической речи. Наше время 4 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Сегодня нашей оппозиции было высказано несколько тезисов, на которые нам нужно ответить. Во-первых, они говорили, вот существует очень много видов игр, ММО, РПГ и так далее, РПГ и прочие игры. Но у нас нет разницы, в какой игры они играют. В первую очередь, если есть жестокость, мы должны отменять эти игры, чтобы наши дети не подвергались этой самой жестокости, чтобы они не играли в эти самые игры. И нам без разницы, какие это игры, пусть это будет ММО, РПГ, РПГ и так далее, мы не разбираемся. Главное, что есть жестокость, мы должны отменить эту игру. Далее, наша оппозиция говорила, что вот есть игры, что в игровой индустрии работает очень много людей, что они получают зарплаты, налоговые отчисления и так далее. Но, во-первых, куда идут эти налоговые отчисления, куда идут эти зарплаты? О каком-то дядечке из США, который наживается на здоровье и на психике наших детей. И мы не можем защитить психику наших детей, потому что этому дяде нужно заработать еще несколько миллионов. Во-первых. Во-вторых, продавать наркотики в школах – это тоже выгодно. Но мы должны смотреть реальности в глаза, и мы должны запрещать такие вещи, потому что не выгоды сегодня мы должны смотреть, а именно о здоровье детей мы должны сегодня говорить. Далее. Наша оппозиция говорила, что всего 5% детей играют в жестокие игры, и это никак не повлияет вообще на агрессию и на здоровье наших детей. Но зайдите в ближайший компьютерный клуб, который есть в Бишкеке, их сейчас тысяча, и вы увидите там сотни детей, которые сутками играют в эти компьютерные игры. Эта проблема актуальна для сегодняшнего Хринстана и актуальна для сегодняшней нашей страны. Мы должны ее решать. Отмена этих жестоких игр. Далее. Они говорили, что вы лишаете возможности детей реализоваться в виртуальном мире. Что вот они не могут реализоваться в настоящем, поэтому нужно им давать виртуальный мир. Но в действительности, если мы отнимем их возможность реализоваться в виртуальном мире, они, естественно, пойдут в мир реальный. И тогда мы уже получим действительно тех лидеров нашей страны, которые в дальнейшем приведут нас к развитию. Мы должны получать этих людей не в виртуальном мире, а именно в реальном, в котором они смогут нам как-то помочь и смогут помочь улучшить наше общество. Далее, если провести анализ сегодняшней нашей игры, то в нашей сегодняшней игре было несколько точек столкновения. Во-первых, говорилось про нарушение психики, да, и мы сказали, что вот, существует очень много исследований, которые доказали, что вот эти компьютерные игры действительно влияют негативно на психику людей. На что наша оппозиция ответила, что вот существовал суд какой-то в Калифорнии, он проходил, и за счет этого суда они доказали отсутствие взаимосвязи. Но давайте посмотрим ситуацию, которая происходит в США. Там каждый месяц какой-то ребенок приходит в школу и расстреливает своих одноклассников. И мы видим, что в США вот эта вот отмена того, что они не обращают внимания на жестокие игры, уже дала свои плоды. И мы видим вот эти последствия того, что США не занимается жестокими играми в своей стране. Далее говорилось то, что вот, альтернативы нет, и наши дети нигде не смогут играть. Но сходите опять же на ближайшую детскую площадку, да, на турники те же самые, на футбольные поля. Сколько детей вы там увидите? Да можно по пальцам пересчитать. Если взять и всех детей, которые сидят в нынешних компьютерных клубах, вытащить на эти самые спортивные площадки, во-первых, мы получим нормальное, социально развитое общество, которое в будущем будет продвигать нашу страну. Во-вторых, мы улучшим спортивное образование наших детей. Они будут более здоровыми и более спортивными, нежели чем они будут сидеть сутки в этих самых компьютерных играх. И наше правительство, наша оппозиция очень сильно юлит, когда говорит то, что у них нет никаких альтернатив. Есть альтернативы платные, как горнолыжные базы, да, есть альтернативы бесплатные. Вышел во двор и пришел к турнику. Их тысячи этих самых альтернатив. И мы сегодня должны эти самые компьютерные игры прекращать продажу этих компьютерных игр, чтобы дети переходили к этим альтернативам. И не важно, сколько дядечка в США, который делает эти компьютерные игры, зарабатывает на этом денег. Потому что эти деньги зарабатываются на здоровье наших детей. А мы должны следить за здоровьем наших детей и за здоровьем нашей нации. Потому что мы ответственны за следующее поколение и за их возможности. Сегодня Кыргызстан должен принять этот законопроект для того, чтобы улучшить вообще ситуацию в стране. Как мы знаем, у нас очень много жестоких действий в стране происходит. И не последнюю очередь в них играют жестокие компьютерные игры. Потому что исследования уже доказали эту самую взаимосвязь. И мы видим, что мы сегодня должны принять этот законопроект, чтобы спасти наше общество, наше будущее и наши детей. Спасибо большое. Игроков сегодняшнего раунда я бы назвала богами оппонирования. Но когда я говорю, что они боги оппонирования, это, конечно, сарказм. Ребят, уровень игры меня сегодня вообще не устроил как судью. Нужно брать выше, нужно брать масштабнее. Потому что я не понимаю сегодня, почему речь идет о 5% кого-либо или о релевантности какого-нибудь исследования. И если брать в общем и целом, ну и смотреть, отталкиваясь от того, какой по сути была игра, то, наверное, сегодня сторона правительства меня устроила немного больше, чем сторона оппозиции в плане своей масштабности и в плане своего уровня оппонирования. Спасибо. Уважаемые телезрители, отличная новость. Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adbate.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adbate.org. Изменились и условия голосования. Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adbate.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adbate.org – ваш портал в мир дебатов. Спасибо большое за игру. На самом деле эта игра могла бы быть лучше, если бы говорили немного о других вещах, не сколько о том, хорошо это или плохо, потому что уже понятно по самой резолюции, что это плохо, сколько о методах воздействия и методах борьбы с этим плохим явлением. Вот смотрите, негативное явление как жестокость в играх порождает жестокость в детях, соответственно порождает нежелательные для нас социум. Вы должны были больше палата правительства уделять внимание, что единственная для нас вариант – это запрет. Мы как правительство, как легитимный орган, которому делегировали власть, имеем право запрещать определенные действия, определенные явления в связи с благом. Палата оппозиции лучше было бы играть не сколько о том, что ну это может быть не совсем плохо, или это чуть-чуть хорошо, где-то хорошо. Скорее о том, что запрет не есть решение проблемы, и предлагать определенные альтернативы. Альтернативы запрету, что вот именно этот запрет, он не сработает, и показывать почему, а не то, что есть другое зло в нашем мире. Поэтому так мы можем говорить в принципе обо всем. Если мы уже тратим полчаса своего времени на обсуждение данной темы, нужно было обсуждать ее очень детально, конкретно в смысле самой сути, а не о том, что ну знаете, бывает еще много всего плохого. Поэтому надеюсь в следующий раз, когда вы будете играть, пожелаю вам удачи, и в следующий раз вы сыграете получше. Спасибо большое. Спасибо большое за игру, было очень смешно на раунде. Я поддерживаю коллег, которые выступали до меня, согласен абсолютно с ними. По поводу качества игры, оно оставляет желать лучшего. Мне запомнились несколько моментов, я хотел бы их, не могу их просто не прокомментировать. На дебатном раунде обычно существует какой-то определенный лексикон, которым мы пользуемся. Есть какие-то вещи, которые знают только дебатеры, а остальные люди не знают. И есть какие-то определенные рамки. То есть мы не можем выражаться нецензурной брани во время дебатного раунда, тем более по телевизору. То есть что значит слово «бабки», что значит слово «кайф»? Вот такие слова меня очень сильно удивляют, когда дебатеры используют такие слова. Некоторые другие моменты по поводу... Смотрите, аргументы, они должны быть... Критерия аргументов, он должен быть... Их несколько, этих критериев. И один из важных — это логичность. То есть релевантность, как Салтанат говорила, логичность. Как мы можем говорить о том, что детям необходима эмоциональная разгрузка, когда этим детям, когда эти дети еще ничем особо не заняты, понимаете, в своей жизни. Они не знают многих вещей, и от чего им необходимо эмоционально разгружаться. То есть насколько логично давать такой аргумент. То есть все равно, что говорить о том, что смертная казнь оправдана из причин гуманности, понимаете. То есть вот такие алогичные вещи, алогичные аргументы, их быть не должно. То есть вопрос подготовки команды оппозиции. Команда правительства, вы тоже недалеко ушли, я вам скажу. Мне очень было неприятно слышать, как судье, как дебатеру, который многое отдал именно дебатам, когда премьер-министр в аналитической речи выходит и говорит, да мне без разницы, мы не разбираемся, о каких играх мы сегодня говорим. РПГ, ММО или просто РПГ. Вы, премьер-министр, вы правительство, которое защищаете законопроект. Вы должны разбираться в этом законопроекте лучше, чем все остальные в этой аудитории. И когда вы говорите о том, что вы не знаете, и мы, да, согласны с командой оппозиции о том, что мы гребем всех под общую гребенку, да, вы говорите, вы нам говорите о том, что вы некомпетентны как правительство. Эти вещи меня очень сильно огорчают. В следующий раз, пожалуйста, готовьтесь лучше. Удачи вам и терпения. Самое главное, терпение судьям. Спасибо. Вот и подошел к концу наш с вами дебатный раунд. И я напоминаю, что именно вы, уважаемые телезрители, решайте, кто победил в сегодняшнем дебатном раунде. Уважаемые телезрители, миллионы студентов по всему миру играют в дебаты, чтобы быть более конкурентоспособными в современном мире. Продолжайте дебатировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова